И еще один юбилей. Своё 75-ти годы отзначила днями Брестская детячая музычная школа. Среди ее выпускников знакомитые композиторы Эдуард Ханук и Игорь Корнялюк. Какая змена подрастая селета у стенах музычной установы высветляла наш корреспондент Мария Вечорка. Музычная школа номер один – установа, которая 10-ти годами назапашивала в опыт, мастерство и традиции. Тут учатся сами, а потом приводят сюда своих детей. Ксюша Минина, ученица 5-го класса, играет на фортепиано в 4-й руке разом со своей матью Ириной. Наставница у семейного дуэта так само огульная. Под ее руководством мать Ириной в 92-м сама закончила эту музычную школу. Когда в далеком 39-м году музычная школа отшинила свои двери, тут учили огульни только на двух музычных инструментах – фортепиано и мандолине. Мандолина с тех часов своей оппозиции сдала, тому святковать 75-ти годы тут выращили под ритмичные гуки ансамбля ударных инструментов «Тамбурын». Святочное выступление ударников отбылося у ЦМТ. Оно протягивает шарах концерта в рамках святкования 75-ти годы музычной школы. В этот вечер у центра уваги ансамбля ударных инструментов «Тамбурын». Коллектив, створенный в 98-м году, достигнул значных успехов. По словам его незменного кировника Миколая Нереськи, первые места брастучане везли Сталина, Петербурга, Москвы, Франции. Коллектив очень интересный тем, что у нас различные ударные инструменты. Это и ударная установка, которую знают все, и в том числе такие инструменты, как вибрафон, силофон, маримба, колокольчики – очень-очень много. У огульной колькости на святочной сцене разместилось около 50 инструментов – шумовые, латинос, африканские, классичные. Як соправданные чаровники хлопцы ворожили над ксилофонами. Наставники нагадывают – занятки музыкой справа вельми корыстная. Дети, які беруть у руки музычный инструмент, добиваются у житти большого, бо занятки робят и хрупливыми, уседливыми и працавитыми. Приятно, что все те люди, которые прошли через нашу школу, становятся замечательными, хорошими людьми. Безусловно, тот багаж, который они получили в школе, он остается для них на всю жизнь. Мария Вечорка, Тиграна Копяна, областные новини, Брест.